Девушки отдыхают 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 как правило. И если есть такая возможность, я сплю. Если нет такой возможности, я не сплю. В общем, как получается? Вот интересно, некоторые певцы говорят, что перед спектаклем тоже надо хорошенько выспаться. Перед спектаклем обязательно. Сон — это в принципе залог здоровья. А, хорошо. Ничто так прекрасно не восстанавливает голос, как сон. Если ты устал, если ты много работал, ляг, хорошо, поспи. Тебе станет намного лучше. Замечательный рецепт. Вы родились в прекрасном городе Есентуки. Я там выросла. Вы там выросли. Оперное пение, вообще пение, голос. Это всё было с самого начала. Это было желание выступать. Как это всё началось? Ну, нет, конечно же. К сожалению, Есентуки — это не самый оперный город. Да, порядное дело, да. Мира. Поэтому вероятность того, что судьба меня сведёт с оперой была не очень большая, скажем так. Но меня в семье всегда уважали этот жанр. всегда я находилась в звуках классической музыки. То есть меня познакомили с классикой достаточно рано. Плюс я рано изъявила желание пойти в музыкальную школу, и оно было поддержано моей мамой. И, собственно, шести лет я была в классике. Занималась на фортепиано, пела в хоре, пела сольно. В общем, как-то мне это всё очень нравилось. Я была таким очень творческим ребёнком. И потом, в какой-то момент, когда пришло время определяться, чем же я хочу заниматься по жизни, я познакомилась с миром оперы и поняла, что вот в какой-нибудь день я обязательно окажусь на сцене, и я обязательно буду оперной певицей. И всё. То есть я загорелась этой идеей. Да. И меня было не остановить. И вы знаете, я смотрю на вашу карьеру, и она действительно такая поступательная, без каких-то сбоев, без каких-то вот потихонечку, но динамично движется вперёд. У вас были очень хорошие педагоги, судя по всему, в Москву, вы попали к Рузане-Лисициан, Гнесинская академия. Наверное, это тоже было очень важно для вас? Безусловно, попасть девочки из региона, поступить в Москву в Академию Гнесиных, да ещё и к Рузане-Лисициан, это было что-то вообще за предельно. За гранью каких-то мечт. Но я настолько этого хотела, я просто мечтала там оказаться и оказаться именно у Рузаны Павловны. Я потому что была знакома естественно с творчеством Рузаны Павловны и всё-всё прочитала про её семью, пересмотрела все фильмы, все концерты. Ну и конечно же познакомилась с тем, как поют её ученицы. Да. А Рузаны Павловны класс всегда отличался высокой культурой, хорошим пением и там всегда видна работа грамотного педагога. Да. Но вот интересно, вы ведь были сопрано и у вас от природы, вы это говорили в некоторых интервью, очень гибкий подвижный голос, что прекрасно для колоратуры и вы пели «Царицу ночи», а сейчас вы мэссо, причём как сопрано, вы даже на конкурсе Елены Образцовой, кажется, победили, да? На конкурсе Елены Образцовой, на конкурсе большая опера, вы стали известны России как сопрано, и вдруг... Да, и на многих других, то есть... И вдруг, в один прекрасный момент, вы приходите в студию молодёжную Большого театра, к Вдовину, и он говорит, что? Дмитрий Юрьевич стал моим таким следующим очень важным наставником в жизни, и когда я к нему попала, точно так же я этого очень хотела, и когда сбылась моя мечта, я решила, что если я здесь, если я работаю с этим человеком, с этим абсолютно гениальным профессором, я должна ему довериться. Не просто так я здесь, я в принципе, ну, если... Я в принципе верю в то, что все люди в нашей жизни не просто так. Появляются не случайно, да? Появляются не случайно. И когда ты встречаешься с такой личностью, наверное, надо послушать, что же говорит все-таки великий профессор. Я ему абсолютно доверилась, он мне сказал «милочка», как он говорит многим. Давай-ка мы попробуем немножко по-другому выстроить вокальную технику и посмотреть на твой голос. Мне кажется, что может получиться что-то интересное в другом облог, в другом репертуаре. Это не исключает того, что мы можем вернуться к тому, что было. Это не исключает того, что может и не получиться. Но попробовать стоит. Я доверилась, мы попробовали, начали буквально через полгода моего нахождения в программе мы уже перешли на новый репертуар, в котором я в течение нескольких лет достаточно основательно закрепилась. закрепилась не только в России, так же и в Европе. Да, вот тут очень важный момент. Вы довольно быстро, еще совсем юной, оказались на легендарном Россиниевском фестивале, Россиниевская академия, в Пизаро. Вау! У легендарных педагогов, один из которых уже ушел из жизни. Но людей, которые несли в себе традицию Бельканто, олицетворяли эту традицию, как вам удалось туда попасть? Это была абсолютно фантастическая программа обмена между Россией и Италией. И я просто прошла отбор туда. Замечательно. По записи выбрали именно меня. И я со знанием стиля Бельканто ноль отправилась в город Пизаро. Выучив несколько Арии Россини, которые я в жизни никогда до этого не исполняла, я отправилась в Пизаро и там познакомилась с этой просто уникальной школой, уникальным стилем, с уникальными людьми, которые посвятили всю свою жизнь именно Россини. И я настолько в это влюбилась. и я поняла, что у меня это получается. И я нашла подтверждение тому, что у меня это получается от таких величин, которые, ну, конечно, просто вселили в меня какую-то огромнейшую веру в себя, веру в то, что я делаю, в то, что я на правильном пути, дав мне направление наполнительно. то есть у нас было очень большое количество дискуссий о том, в каком направлении развиваться. И вот Альберто Дзеддо и Эрнесту Паласио вдвоем его и определили. Вот, направление и так у России есть очень интересный репертуар, который граничит между Мэти Сопрано и Сопрано, который был написан для жены России, а то есть жен России Никольбран. И вот как-то сразу меня направили именно на этот репертуар. На этот репертуар и я постепенно стала этим заниматься. Репертуар, скажем так, на тот момент для меня был непростой, потому что он достаточно наполнен достаточно драматически и сверхсложный в плане кавературы, техники, техники всего, тихиатуры. Произнесения? Как у вас было с итальянским, кстати? Итальянского у меня не было абсолютно никакого, но я просто попала в полностью итальяноговорящую среду и мне ничего не стало сделать, как начать говорить по-итальянски. Я не заговорила за полтора месяца, которые там провела, но по приезду я взялась за изучение этого языка и сейчас я им свободно владею. То есть тоже такой был очень серьезный стимул. Не только говорить, но и петь, ведь там же все-таки и техника, и все. И вообще я смотрю на вашу как бы судьбу и вы все время вы учитесь на ходу, что называется. Вы приехали в Пизаро, не знали ничего, почти не имея Россиниевского репертуара. Теперь у вас огромный репертуар, вы поете не только Россини, вы поете Вивальди, вы поете вообще барочную музыку. Это новая какая-то сфера, она, правда, не очень далеко от Бельканту отошла, но все-таки, то есть вы все время расширяете, расширяете, но делаете, по-моему, это достаточно осторожно, да? Ну, безусловно, я делаю все достаточно осторожно, потому что голос вещь такая очень хрупкая, да, в какой-то степени хрупкая, да, зависит еще от многих факторов, и от здоровья в первую очередь, и от техники, и от образа жизни, от людей, которые тебя окружают, в общем, поэтому все должно быть очень хорошо осмысленно, все то, что ты делаешь. Когда ты молодой, ты этого не понимаешь, ты просто ныряешь во все то, что тебе дают, что к тебе приходит, и ты этим наслаждаешься, а потом ты постепенно начинаешь понимать, так, это мы сделаем сейчас, это мы сделаем сейчас, потом это мы сделаем еще позже, и вот к счастью, на данный момент в моей жизни у меня уже выработался такой план моего творчества, который, опять же, может измениться абсолютно в любой момент, потому что голос зависит просто от мельчайших составляющих нашей жизни. А в 21-м году, если не ошибаюсь, вы получили исключительно престижную премию, это Opera Award, как лучшая молодая певица года. Что там было дело? Что? Было дело, было дело. было дело, и очень, это страшно почетно, в свое время Асми Григорян получила эту премию, и много других прекрасных певцов, ну, не так много, потому что эта премия сравнительно молодая, но она очень престижная, потому что действительно лучшим оперным певцам давали эту, и дают эту премию. Это как-то поменяло вашу судьбу, ваш статус? Ну, безусловно, получение такого рода премии, это очень важный этап, это, естественно, такое достаточно серьезное признание профессионального общества, нашего мира, нашего мира, искусства. И, конечно, я думаю, что, ну, люди обращают на это внимание, но мне это просто было настолько приятно, и это было настолько важно, потому что любому певцу, кто бы как ни лукавил, но одобрение того, что он делает, очень важно. Да. Конечно, мы можем говорить, что я там пою, я не думаю, там, я ни о чем не думаю, Да, рецензии не читаю. Вот. Это другое, нет, про рецензии это немножко другое. Это другая тема, мы ее можем обсудить, но вот это вот признание публики, признание естественного профессионального сообщества, это очень важная составляющая, потому что, ну, мы на сцене поем перед огромным количеством зрителей, и я такой человек, когда я получаю какую-либо премию, это мне дает очередное какое-то вдохновение, и желание делать что-то еще, делать еще лучше, и делать еще больше, и вот интересно, вы сказали, вы упомянули слово вдохновение, что вас вообще в жизни вдохновляет, ну, кроме любви к работе, к музыке, и так далее, есть какие-то вещи, которые вам помогают, которые вас питают, душу вашу питают? Да, конечно, безусловно, и таких вещей очень много, я нахожу это все в мелочах, и, в принципе, я это стараюсь находить в моей повседневной обиденной жизни, то, ну, элементарно, примитивно, в еде, в прогулках, в людях, с которыми я встречаюсь, в музеях, в которые хожу, концертах, которые я посещаю, спектаклях, разножанровых, в общем, все, все вот это по маленьким, маленьким, маленьким крупицам дает вот эту самую наполненность, помимо, конечно, того, что всегда есть какая-то идея того, чего ты хочешь достичь. Ну, конечно. А давайте поговорим немножко о вашем нынешнем выступлении. Вот я сказала, что сказки Гоффмана это поход уже во французский репертуар. Вы человек очень молодой, но все-таки нельзя было ограничиваться только итальянским репертуаром, как бы успешно вы в нем не были. И в свое время вы попали в Зальцбургский фестиваль тоже в молодежную программу и вскоре оказались в Зальцбурге, по-моему, в очень интересном спектакле у нас есть запись из него, где вы пели Диану, богиню Диану в комической опере того же Жака Афенбаха «Орфей в аду». Давайте посмотрим этот фрагмент, а потом поговорим о французском языке и прочих деталях КОНЕЦ Спасибо за свою руку! Вот маленький такой фрагмент, но это, наверное, был очень интересный опыт для вас. Это была первая роль на французском языке? По крайней мере, одна из первых. Не первая, но одна из первых, конечно, на очень серьезном фестивале. Да. А Барри Коски, как с ним работалось? Он вообще человек очень забавный. Барри Коски просто замечательный человек и, конечно, великий режиссер. Один из моих самых любимых режиссеров. Я его обожаю. Работала с ним прекрасно, интересно, классно. В общем, просто человек-генератор бесконечных идей. И, да, опыт этот был очень непростой, но очень-очень интересный опыт. Потому что, в принципе, я опереты никогда в жизни не исполняла ни до, ни после. Но, помимо меня, все остальные тоже были из оперы, из мира оперы. А опереты — это такой достаточно... Специфический жанр, скажем так. Конечно. Совсем другой жанр. Очень... Там... Разговоров много. Из-за чего оперные певцы обычно не делают в таком количестве на сцене. Да. И, да, многому научилась я и многим я владела. Теперь вы поете, а у вас появилась Кармен, у вас появилась Шарлотта в Вертере. То есть уже довольно много французских ролей. И вот теперь Никлаус в сказке Гоффмана. В сказке Гоффмана — это такая фигура очень интересная. То есть, с одной стороны, это муза, с другой стороны, он как бы помощник его, он как бы советчик, он как бы ангел, который за спиной Гоффмана все время присутствует. И вы много довольно на сцене. Но вот тут вопрос. Каково петь на французском языке? Язык для нас, для русскоговорящих людей, очень непростой фонетически. Да. Очень непростой, потому что он абсолютно... Абсолютно другой по формированию. Но у меня есть прекраснейший коуч, прекраснейший педагог Юлия Синица, которая знает все нюансы фонетики до таких мельчайших подробностей и вкладывает это все в меня на протяжении уже многих лет, что я могу сказать, что я полюбила петь на этом языке. Мне это приносит очень большое удовольствие. Мне нравится копаться в этом языке. Мне нравится его изучать. И я себя чувствую достаточно комфортно. Безусловно, благодаря ей... Ну и вашей работе. В вашей работе с ней, конечно. А вот интересно, как вас... В Нью-Йорке, в Метрополитен-Опере, вы первый раз. Вы еще здесь не пели. Это ваш дебют. У вас было ощущение какого-то, ну, может быть, страха, потому что сразу оказаться не в более привычном итальянском, россиниевске, белиниевске, деницетевскому, я не знаю, или барочном репертуаре, а именно во французском, который для вас сравнительно новый, ну, наверное, страшновато, нет? Нет, я не могу сказать страшновато, потому что, приехав сюда, я была готова. Я же не просто так приехала, ой, ей что будет. Нет, я подготовилась, я прекрасно знала роли, прекрасно знала, что я пою, как я пою, о чем я пою. Вот, плюс этой роли уже предшествовали такие огромные роли, как Кармен, как Шарлотта, плюс несколько небольших французских ролей, также есть в моем репертуаре, и я пела на французском, также итальянских композиторов. Поэтому тут вопрос в том, насколько ты заранее хорошо. А этот спектакль не новый, это не премьера. Сколько времени вам надо было провести в Нью-Йорке до того, как вы должны были выйти на сцену? Ведь есть довольно строгие правила у каждой оперной компании. Как это было в Митрополе? Да, у нас период репетиции был где-то около месяца, чуть меньше. Может, там, три недели, там, вот так вот. И каково это было для вас? Замечательно, всем хватило, мы все прекрасно отрепетировали. Репетиции были очень интенсивные с утра до вечера. Особенно для меня, потому что именно в этой постановке я вообще не ухожу со сцены. Да. То есть я просто захожу, и все, и не ухожу. Да, да. Или вы даже просто стоите как наблюдатель, или вы в диалоге с Гоффманом и так далее. Абсолютно, да. Да, это правда. Это постоянно такая связующая линия этой оперы. Я и в диалоге с Гоффманом, я и в диалоге и с Дьяволом, и с другими персонажами, которые посещают... Да, и вообще... А опера, ко всему прочему, довольно большая. Опера очень большая. С прологом, с эпилогом, три действия, разные сцены. Ну, я думаю, это очень интересно, наверное. Постановщик Бартлет Шер, но это, поскольку это не новый спектакль, с вами кто работал из режиссеров? С нами работал режиссер, который делает ревайвл. Прекрасная. Прекрасная Джина, прекрасная абсолютно, которая знала просто... Все мизансцены. Не то, что мизансцены, нет. Она знала каждую эмоцию, она знала каждую реакцию, она знала просто каждое движение. Все это было настолько конкретно сделано, что это все абсолютно донесло до нас. Но и помимо этого еще режиссер-постановщик также нас навещал, потому что он сейчас что-то... Да, он готовит... Да-да-да, Бартлет Шер еще что-то готовит в Метрополитенопере, значит, он заходил и подглядывал, да? Да, он заходил, он подглядывал, и вообще что-то советовал, что-то подсказывал. В общем, такая была... Да. Ну, и у вас были очень интересные партнеры. В частности, вот этот замечательный французский тенор Бенджамин Бернхайм, который исполняет партию Гоффмана. Вот эта химия должна была быть между Никлаусом и Гоффманом. Как у вас? На самом деле состав просто феноменальный. То есть, как подобран каст, может позавидовать абсолютно любой театр мира. Да. И, конечно, и Бенджамин абсолютно, ну, фантастический певец, один из лучших теноров, который сейчас... Особенно во французском репертуаре, это его родной язык. Да, его родная культура. Не только во французском репертуаре, он очень хороший. И Кристиан Ван Холл, просто абсолютно феноменальный. Которого я слышала в Зальцбурге, тоже в этой же опере, но только другая постановка, но он потрясающий, действительно. И Эрин Морли, феноменальная калоратура Олимпия, претенды, замечательная с красивейшим голосом. И потом эта замечательная французская певица, которая появляется... Конечно же, Климан Тин, Климан Тин Марган, просто обладательница какого-то уникального вокального аппарата, с очень узнаваемым голосом, с очень необычным и огромным голосом. В общем, состав просто фантастика. На этой интересной ноте мы должны уйти на рекламную паузу, после которой мы продолжим наш разговор с Василисой Бержанской. Мы поговорим о том, чем она занята в Нью-Йорке, кроме того, что она выходит на сцену Метрополитен-Оперы, а также о многом другом. Не уходите. Спасибо.